Всем привет! Сегодня я вам хочу показать свои детские рисунки. Некоторым уже на минуточку, почти 10 лет, у каждого рисунка есть своя история. Поэтому мне будет, что вам рассказать. Перед началом видео хочу вам напомнить, что у меня есть аккаунт в Instagram, где мы можем с вами общаться. Поэтому ссылочка будет в описании и в комментариях под видео. Подписывайтесь, буду вас там ждать. Итак, мои произведения искусства написаны в детском возрасте. Приятного просмотра! Начну я с самого сюжетного рисунка, который называется «Коты-артисты». Здесь мы видим сцену, на которой стоят 7 породистых кошек. Можно понять, что это конец спектакля, так как они выстроились в ряд и принимают цветочки от благодарных зрителей. Очень приятный, милый рисуночек. Я попала в детский журнал. Точнее, не я, а мой рисунок. Журнал назывался «Котелло». Он был для маленьких кошатников, можно так сказать. А может, он и сейчас есть? По крайней мере, я на это надеюсь, потому что в Украине я его очень много лет не видела. Журнал был очень популярный в свое время. В нем, кроме статьи о кошках, еще размещали детские рисунки и фотографии. Я тоже захотела, чтобы Котелло разместил мой рисунок. Сначала я его отправила на электронную почту, но мне долго не отвечали и не вставляли мой рисунок в новые выпуски. И тут я решила его отправить, внимание, живой почтой, настоящей, не электронной. И его напечатали. Итак, представляю вашему... Итак, представляю вашему вниманию код Оленевод. Почему Оленевод? Сейчас объясню. Для рисунков было такое правило, чтобы в названии была рифма к слову «кот». Например, «кот-пароход», «кот-полиглот», «кот-луноход». Кот-оленевод. Очень оригинально. Я так радовалась, когда его напечатали. Это были невероятные эмоции. Потом я пришла в школу и показывала всем журнал, где напечатали мой рисунок. Мне было безумно приятно. У меня, к сожалению, нет времени сейчас его искать, поэтому фотографию журнала я вставлю где-то в видео. А у этого рисунка эпичная история. Когда моя сестра убиралась в комнате, она по ошибке выбросила мой рисунок. Прихожу я, значит, в комнату, смотрю, а моего рисунка нет. Тут я сообразила посмотреть в мусорке. Открываю её и вижу мой расчленённый рисунок. Я так начала плакать, мне было очень жалко его. Я в него всю душу вложила, между прочим. Хорошо, что подошла мама и помогла мне склеить его. Ах да, обзор на рисунок. На нём нарисована семья котов. Если что, я тогда вдохновлялась свинкой Пеппой. Тут также есть дети, братики-сестричка, мама в платьице и большой папаша. Они пекут блины, и когда папа переворачивал блин... Знаете, как вот эти крутые повара, когда переворачивают блины на сковородке, они их подкидут вверх и переворачиваются. Блин упал ему на нос. Неудачно у него получилось перевернуть блин. Малые смеются. Я очень хорошо срисовывала. Вот, например, сова из мультфильма про Винни-Пуха. Тут я ещё котиков дорисовала, комнату изобразила. И я не ложила сверху лист на экран и не обводила то, что просвечивалось. Я именно ставила картинку перед собой и срисовывала. Могу вам ещё для примера показать плакатик с Angry Birds. Тут, кстати, очень красивая надпись получилась. И волка из мультфильма Альфа и Омега. Глокастая братва. Кстати, пишите в комментариях, если вы в детстве тоже смотрели. Лично я по нему фанатела. Пейзаж из начальной школы. Ну вот, просто красиво. Полюбуйтесь. Собаки. Вот. Сейчас. Оно не отсвечивает? Ну вот, короче, сябаки. Этот рисунок я уже рисовала по памяти, кроме собачки Колли. Мне нравится этот рисунок. Котёнок породы Рэгдолл. Помню, я его рисовала во втором классе на школьную выставку. Он там немного постоял, и мне его вернули. Очень милый рисуночек. Дальше идёт рисунок, который мне помогала рисовать моя мама. Она нарисовала только котов, а всё остальное рисовала я. И котов, кстати, разрисовывала тоже я. В общем, это такая коллективная работа. Этот рисунок был моим самым любимым. Я не сильно любила рисовать красками. Мне по душе были карандаши и фломастеры. Но я считала, что краски — это что-то нарядное, торжественное. Проще говоря, я красками рисовала только на праздники. Это пустынный кот — подарок моей маме. Рисунок гуашью. Не помню, на какие праздники рисовала я эти рисунки. Они мне просто нравятся. Посмотрите. Злой тигрюня и бабочки над розами. На сегодня всё. Пишите в комментариях, любили ли вы рисовать в детстве. Все комментарии я читаю и лайкаю. Просто напоминание. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Так, я не пойму, что камера замылена? Что это?